Добрый день дорогие зрители канала Марина Цветы. Хочу рассказать вам о том, как легко в своем саду огороде посеять лекарственную грядку и также как легко посеять пряную грядку. Вы используете методы, которые я вам рекомендую в плейлисте о семенах и плейлист о рассаде. Это метод стерильной рассады или вот метод московский, но я его называю горячий московский метод, потому что в период весны, когда у нас совсем мало времени уделять внимание таким растениям, используя определенные агротехнические моменты, мы можем прорастить вот такие семена в домашних условиях и уже высадить их на грядку. Очень хорошо и очень удобно, потому что в весенний период семена часто теряются в грунте, суховее, сорняки забивают, поэтому заблаговременно выращивайте способом, которые я вам рекомендую и всегда посоветую и отвечу на ваши комментарии. Московский метод заключается в том, что мы используем обычные пленочки, вот такие вот мусорные пакеты или кулечки, простилаем многослойную белую бумагу, это кухонные полотенца или белая туалетная бумага, чтобы не вызывать дополнительный риск грибковых заболеваний. Проливаем бумагу горячей водой температуры 60-70 градусов и потом на высоте 5 миллиметров просеваем любые семена, дорогие друзья, пряные, лечебные цветы, овощи. Горячая вода пробуждает семена к росту, она также является хорошим стимулятором и то, что она обеззараживает от болезней семена, которые могли быть необработаны. Видео у меня выходят учебные, они выйдут у вас намного позже в эфир. Посев производился 22 февраля зверобоя. Это настолько мелкие семена, которые в грунте очень сложно прорастить. Сегодня у меня 6 марта, я снимаю видео. Это у меня практически 12 дней результат. Уже снято несколько видео о других растениях, о ромашке у меня снято, о душице, а это мы говорим о зверобое. В предыдущих видео вы могли обратить внимание на то, что когда темнеет корневая система, это уже показатель, что растению не хватает питания. И мы используем подсыпку небольшого количества легкого грунта для того, чтобы растение могло дальше у нас питаться. Дорогие друзья, я в этом году прокладывала только один слой бумаги и увидела результат, который намного лучше растение переносит этот метод. Корневая система между двумя слоями бумаги и действительно легче работать с этими растениями. Посмотрите, вы можете поправить шпажкой, если какое-то растение вот вниз растет или как-то неудобно расположено. Вы можете легко пересадить в контейнер, подхватить растение. Поэтому второй слой бумаги не только не нужен, но он даже и нежелатель. Поэтому вот, пожалуйста, я вам уже, наверное, не видно. Достаю растение, поправляю, раскрываю пленочку. Очень много проросло семян. 100% всхожесть. Повторяю, метод, который я вам советую в этом году, это метод стерильной рассады. Он получается 100% всхожесть. Абсолютно 100%. И вот горячий московский метод точно также очень благоприятный. Сейчас я поправляю растение для того, чтобы не потерять ни одно растение. Зверобой очень полезная трава для нашего здоровья. Но самое главное, что после трудного рабочего дня попить чай со зверобоем. Это будет очень полезно и приятно. И вот огромное количество трав я уже таким методом проращиваю и показываю вам. Дорогие друзья, сейчас мы совсем-совсем чуть-чуть присыпем вот такое маленькое растение. Обращаю внимание, если корневая система у вас уже будет темнеть, это уже сигнал тревоги. Показатель того, что растения не хватает питания. Поэтому темная корневая система показатель, что вы уже можете подсыпать легкий-легкий грунт в небольших количествах. Лучше позже вы присыпите больше земли. Но сейчас растение очень нежное и нам надо помочь ему укрепиться. В этот период растения также у нас страдают черной ножкой грибковыми заболеваниями. Поэтому я буду обрабатывать грунт аэрозоль и у меня фитоспорин. Для того, чтобы во влажной среде в земле не образовывались грибковые заболевания. Но сейчас я совсем-совсем чуть-чуть мало просыпаю грунта. По мере укрепления роста растения я буду подсыпать грунт. Теперь вот раствор фитоспорина. Видите, такой слабый чай. Опрыскиваем. Очень удобно, когда нет второго слоя бумаги. Это в этом году для меня очень важно. Все растения у меня под контролем. Вы можете, если вот густо проросли, часть пересадить в контейнер, а часть оставить вот так вот в этой пленочке. Обращаю внимание, что сейчас очень мало времени у нас для заботы о растении. А вырастить хочется огромное количество и цветов, пряных трав, лекарственных трав. Я надеюсь, что мой канал помогает вам упростить работу цветовода и огородника. Затем, дорогие друзья, я буду размещать это все вот в такие стаканчики. Вниз воду я не наливаю ни в начале проращивания семян, ни сейчас. Для того, чтобы не вызвать дополнительную угрозу грибковых заболеваний. Лучше сверху мы будем обрабатывать препаратами, способствующими угнетению грибковых заболеваний. Мы можем с вами использовать любые фитопрепараты. Это, как я вам сказала, фитоспорин, фитодоктор. Можно использовать провикур, но сейчас у нас задача больше перейти на биопрепараты. Вот у меня прорастает гибискус травянистый и я просыпала активированным углем грунт вот так сверху. Он растет у нас намного больше, наверное, дней на пять. Сейчас я посмотрю, когда я его посеяла. Да, гибискус у меня уже три недели. Есть семена, которые очень тяжело переносят пересадку. Это гибискусы травянистые, это люпины, это все лиановые. Очень тяжело так переносят настурция, например. И вот посею вот таким способом, потом добавив грунта, мы можем уже потом пересаживать сразу на клумбу. И это будет очень большой плюс. Теперь эти растения я должна обеспечить ярким светом. Ну, у нас период весны, то понятно, это яркий подоконник, но чтобы не было обжигающего солнца. И достаточно еще тепло, для того, чтобы не вызвать грибковые заболевания. Я беру кулечек, делаю вот небольшую дырочку, шпажка у меня, накрываю и образуется вот такая тепличка. Проверяю я свои растения два раза в неделю, в определенные дни у меня такая самоорганизация. По мере необходимости я сверху обрабатываю аэрозолью, это фитоспорин. Подкормка растений до момента появления настоящих листиков не делается, иначе растения не могут переработать удобрения, они могут погибнуть. То есть, вот настоящие листики появляются, и образование междоузлей, это показатель, что растения уже можно подкармливать. До этого, дорогие друзья, лучше не стимулировать растения, иначе оно будет истощено, и оно как бы стимулировано. Вот такие способы выращивания пряных растений и лекарственных на канале Марина Цветы, вы можете посмотреть в плейлисте о семенах, о рассаде. Спасибо, что вы были со мной. Выращивайте в своем саду лекарственные травы и полезные пряные травы. Подписывайтесь на мой канал, и мы не потеряем друг друга.